Рак предстательной железы Рак предстательной железы Рак предстательной железы Пациенту проведена химиогормонотерапия с апреля 2019 по август 2019 год до 100 оксел 75 мг на метр квадратный, 6 курсов, с гормональной терапией LH-RH аналогами. Надир ПСА за период лечения составил почти 0,9 нанограмм на миллилитр. Этот показатель был в сентябре 2019 года. Пациенту в октябре 2019 года проведено хирургическое лечение роботоассистированной простатоктомии с расширенной лимфоденоктомией до бифуркации аорты. По гистологии мы получили ацинарную аденокарциному предстательной железы с поражением обеих долей, поражением правого семенного пузырька. В двух лимфатических узлах из 36 обнаружены метастазы рака предстательной железы с поражением левого общего подвздошного лимфоузла и пресакрального лимфоузла. Стоит отметить, что отрицательный хирургический край мы получили после хирургического лечения. Таким образом, пациенту после комбинированного лечения предложено проведение динамического наблюдения. На данном слайде вы видите динамику ПСА и тестостерона после лечения. После операции через месяц пациент сдал ПСА, это было в ноябре, и потом каждые три месяца. Дальше, в июле 2020 года, через 9 месяцев после лечения, тестостерон восстановился. И стоит отметить, что с октября 2020 года, через год после операции, у пациента развился все же биохимический рецидив. Мы оценивали генетику ПСА и в феврале на уровне 0,73 провели ПЭТ-КТ с ПСМА. В параортальном лимфоизе увидели гиперметаболизм и также очаг в правой подвздошной кости до 20 мм с максимальным СУФ 7,95. В марте 2021 года проведена дистанционная лучевая терапия на очаг правой подвздошной кости с палеоативной целью. Далее контролировался уровень ПСА. Стоит отметить, что динамика была все же неудовлетворительной. ПСА на какой-то период снижался, но далее также пошел в рост. И в сентябре 2021 года повторно выполнена ПЭТ-КТ с ПСМА. Выявили очаговые изменения в зоне визико-уратрального анастомоза, прогрессирование по лимфатическим узлам и уменьшение гиперметаболизма в очаге правой подвздошной кости. С учетом прогрессирования гормоночувствительного рака предстательной железы, пациенту рекомендовано было проведение терапии LHRH аналогами и добавление антиандрогенов нового поколения, энзолутамид в стандартной дозировке. Пациент через три месяца с момента начала лечения отправил нам результаты, пациент иногородний. И мы видим на экранах, что ПСА действительно снизился, но тестостерон не кастрационный. Было выяснено, что пациенту по месту жительства онкологам не назначалось гормональной терапией LHRH аналогами, пациент получал только энзолутамид. В связи с чем было рекомендовано назначение комбинированной гормональной терапии, и пациент получал, соответственно, с января 2022 года комбинированную гормональную терапию. Каждые три месяца отправлял нам результаты, но последние свежие результаты в июле 2022 года. ПСА нас полностью удовлетворяет, тестостерон кастрационный, в связи с чем пациенту мы рекомендовали продолжить гормональную терапию в прежнем режиме. И стоит отметить, что у пациента действительно нестандартная ситуация, метастатическая болезнь у пациента была верифицирована изначально, но период наблюдения с момента лечения уже больше трех с половиной лет, поэтому дальше мы будем смотреть и наблюдать за этим пациентом о возможных дальнейших результатах и исходах. Если будет такая возможность, мы доложим на следующих конференциях. Спасибо за внимание. Спасибо, Эмиль Фаридович. Эмиль Фаридович, а вот мы там в одном слайде посмотрели, тестостерон 1200 с чем-то, это в каких единицах измерения? Нанограмм на децилитр. На децилитр? Да. Я что-то не могу сообразить это. Сколько будет в попугаях это? Много. В нормальных? Больше 20. Ну то есть это кастрационный, да, будем считать? Нет, это какой кастрационный? Нет, это не кастрационный. Ну высокий. Без аналогов ЛГРГ. Дело в том, что здесь можно, извините, пожалуйста. Дело в том, что пациент не получал аналоги ЛГРГ, и в связи с этим тестостерон был не кастрационный. Вот то, что мы обратили внимание, при подробном выявлении анамнеза именно заболевания и лечения, выяснили, что онколог не назначал ему аналоги ЛГРГ. Такое бывает иногда. Скажите, вот вы, скажи, вы провели с палеотивной целью облучение очага в подвздошной кости. У него что, боли были? Мы консультировались, проводили онкологический консилиум. Боли не было, с палеотивной целью проводился. Проводили с онкологическим консилиумом. С чего палеоция это была? Что вы называете палеотивным лечением? У пациента 38 грея, Петр Владиславович, это достаточно для эрадикации очага? С учетом фракционирования, я посчитал, это 42 изогрея, это малая доза для очага. Я и говорю, для чего? Помогайте, Александр Михайлович. Просто захотелось получить? Нет, на самом деле мы провели лучшую терапию, но это действительно крупные фракции, если я не ошибаюсь, или меня поправить. Поэтому это эффективно больше, чем 38 грея, и, собственно говоря, мы сблокировали этот очаг, он дальше не прогрессировал по этому очагу. Ну-ка покажите, он у вас прекрасно прогрессировал. Верните слайд. Он у него в других местах, но не по очагу, в подвздошной кости. Вон, правой подвздошной кости, очаг, 20 мм, гиперметаболизм. Ну, не очень большой накопленный все равно. Можно я вернусь на один слайд? У него цов был больше, 7,95. Ага, два раза. Ну, ничего с ним не сделали. Он, ну, чуть-чуть, может быть, стал менее активен. Но вы не вылечили. Просто вот смысл таких облучений я не понимаю. Я соглашусь, Борис Ильич, но это не наше решение, это решение радиолога было в момент, хотя мы настаивали, в общем-то, на максимально воздействие. Все свалили на вас, лучевых терапевтов. Или надо было уж давать дозу. Ну, я одну полную, да. Тут я понимаю, что болезнь дала виток в рамках прогрессирования на очаг в костях, еще лимфоузел был. Да. Какой-то рецидив с обрешенным в лимфоузле. Тогда, будучи последовательным, нужно было радикально... И узел облачать. И лимфоузел облачать тоже. У него сначала, когда при первой педпосма, выявили только очаг в кость. Поэтому мы надеялись, что это достаточно правильная терапия будет работать, провели облучение этого очага. А уже при последующем наблюдении... Вы зачем нас обманываете? Вот уже при первичном исследовании был лимфоузел. Ну, там СУФ, там 3,18. Ой-ой-ой, высокий СУФ. Ну, хорошо, скажите, скажите тогда мне кто-нибудь там, Арман, скажите, сколько СУФ должен быть для того, чтобы вы сказали, что это метастаз или не метастаз? Я лично признаю, что я изначально не диагност. Я клиентист, но насколько меня обучают на диагност, они говорят, что это немножко субъективно СУФ, и как бы счастье, да, с ключами только на основании СУФа. Хорошо, тогда зачем тогда СУФ это вообще звучит у нас? Ну, давайте вот так сейчас СУФ не... Есть пятно, а тогда будем его облучать. Есть пятно, а будем... Александр Михайлович, у Вашего больного метастазы в лимфоузлах. При контрольном обследовании появляется узел, который копит препарат. Что Вам еще надо? Ну, ладно, я понимаю, что Вам надо сейчас, но я просто к тому, что не очень логично как-то действительно было, или надо облучать и то, и то в других дозах, или не облучать, согласитесь. Но, с другой стороны, победители не судят, вы достигли прекрасных результатов, мы Вас поздравляем. Спасибо. Спасибо.